здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим об азимов чесноке это такая культура которую выращивает большинство наших огородников ну вот пришла весна появились сходы и многие огородники недоумевают чеснок только зашел а уже в него желтеют листья многие ошибочно полагают что нашему чесноку надо срочная подкормка в этом году 2024 надо начинать не с подкормки от чего желтеют листья а листья желтеют по двум причинам первое холодная потва и второе избыток влаги для того чтобы устранить оба этих нежелательных фактора что мы сделаем вы как и я знаю что сочный ваш чеснок замучили соломой он был замучили соломой но солома в этом году сыграла плохую шутку какая была шутка под соломой земля не програется температуры воздуха уже феврале месяце знать у нас белоруссии средняя зона были высокие точно так же только начало марта холодной сейчас опять температуры очень высокие земля холодная и наш чеснок просто напросто замнет поэтому что пришлось делать в этом году в отличие от предыдущих лет со всего чеснока мне пришлось снять всю мульчу снять всю солому для того чтобы прогрелась почва для того чтобы почва быстрее грелась и соответственно устроить избыток влаги у почвя наш чеснок необходимо пробороновать ну бароновать можно кто тяпкой но я бароновал граблями я вам покажу позже как это сделать как это было сделано пробовала граблями почва стала под лучами солнца просыхать стала прогреваться ну и соответственно чеснок повеселил прийти мой чеснок прошло уже две недели как я сделал эту работу и поэтому сейчас я буду кормить наш чеснок ну знаешь я кормить чеснок как бы ну я скажу что вот вы неправильно делаете сульфатом аммония если там написано норма сульфата аммония 25-35 грамм то есть где-то ложка сверху на метр квадратный сульфата аммония под свой чеснок я даю двойную дозу то 70 грамм на метр квадратный почему причин несколько первая причина что сульфат аммония не вымывается из почвы то есть он не уйдет глубокие слои он останется в этом же слое а вторая причина что вот о чем забывают очень многие наши огородники это то что чеснок не боится избытка азотных удобрений как бы нам не доказывали что он не вызревает ничего а какой невызреваемости можно говорить чеснока когда он вызревает начале июля месяца то есть самый жаркий период года и там неделя позже неделя раньше это не играет большой роли поэтому основная подкормка чеснока но и делается весной и как бы растения будут обеспечены азотом на протяжении всего периода своего роста и тем более учтите что сульфат аммония содержит всего лишь 21 процент азота то есть азота там и так много что вы можете переборщить и сжечь ваши растения конечно приверженцы органического земледелия скажут пёт николаевич а мы делаем органические подкормки и они очень ошибаются они очень неправы почему потому что органические подкормки начинают действовать когда температура почвы станет плюс 15 градусов когда это бывает а это бывает когда зачетает черомуха когда зачетает черомуха тогда температура становится плюс 15 градусов подкормки внесенные органические в жидком виде особенно холодную сырую почву они не дают никакого эффекта они совершенно не усваиваются растениями они будут действовать позже поэтому ваш чеснок Здесь целый месяц до начала мая будет находиться на голодном пайке. Вот почему я отдаю предпочтение минеральному удобрению сульфат аммония. Как я буду носить сульфат аммония по своему чесноку? Очень просто. Я его рассею по поверхности чеснока и потом опять всеми же грабельками я их забороную. Забороную, чтобы его заделать немного в почве, чтобы он не жарился под лучами солнца. Он хотя не испарается, но тем не менее в почве он будет быстрее растворяться и быстрее доходить до наших растений. Тем более, что погода очень сейчас изменчивая, по ночам еще бывают заморозки, потом бывают туманы, значит с влагой наш тульфат аммония будет растворяться и используется нашим чесноком. А для того, чтобы на нашем чесноке не появились болезни, не было гнили донца, фузариоза не было, я обработаю свой чеснок в конце апреля месяца пролью растворами триходермы и сенной палочки профит 100 мл на 10 литров воды. Такой палив предохранит мои растения от заражения в почве. Ну и далее, что еще необходимо сделать? Уже когда застет черомуха, прогреется почва, начинается лед луковой мухи. Для того, чтобы луковая муха не повредила мой чеснок, я сделаю подкормку из нашатырного спирта и мела. Подробнее, как это сделать, я сниму отдельный ролик или покажу в тиктоке. Так что смотрите за моими выступлениями и вы получите очень хороший урожай чеснока. Он вас порадует, он не будет загниваться и он будет хорошо впоследствии храниться. Ну и вот еще как бы для наших огородников подскажу такой лайфхак. Значит, очень многие не знают, когда высаживать репчатый лук. Так вот, знаете, что если величина чеснок поднялся примерно на 10 сантиметров над землей, значит, можете смело начинать посадку репчатого лука в открытый грунт. Это самый хороший ориентир, который даст вам возможность получать хороший урожай не только чеснока, но и лука. Ну вот, подкормили чеснок. Подкормлю я чеснок, значит, сульфатом аммония, потом триходерма, сенная палочка. Потом, как я уже сказал, мы подкормим чеснок нашатырным спиртом с мелом. И вот после этого, в середине мая, на нашу градку я верну мульчу. Почему я верну мульчу на нашу градку? Потому что под мульчой чеснок растет примерно на 40% крупнее, чем без мульчи. Конечно, кто-то отрыбает землю от луковиц. Но это как бы очень трудоемко. Гораздо проще. Вот солома у меня лежит, это который из нас чеснока. Я его верну на градку. Опять разложу между радостью чеснока. И пусть чеснок мой растет и созревает. Хороший и крупный. Чего вам и желаю. Поэтому удачи вам и хороших урожаев чеснока. До свидания.